сегодня хочу рассказать вам показать обзор нашего номера в отеле остановились мы в отеле ривьера если кто не смотрел предыдущие видео номер у нас комфорт все необходимое есть мы конечно уже надо было снимать room tour скорее всего когда мы только приехали но тогда было не до этого были эмоции было надо было скорее бежать в аквапарк гулять и прочее 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 в общем снимаю room tour сейчас когда мы уже здесь пожили на вели какой-то беспорядок начнем наверное с со входа с коридорчика здесь небольшой коридорчик зеркало шкафчик тумбочка под обувь и сюда мы кладем там сумки ключи какие-то необходимые вещи в шкафу значит нас есть запасное одеяло на всякий случай и запасная подушка также вешалки тапочки и сейф сейфом пользовались все нормально просто бывает в отелях в каких-то отелях бывает сейфы идут за отдельную плату либо они не работают дальше проходим в ванну с туалетом она здесь совмещена он сделан видно недавно поскольку мы уже приезжали сюда приезжали пять лет назад и до этого 67 где-то вот так то есть ездили каждый год несколько раз и ремонт вот пять лет назад уже требовался то есть не было какого-то там от конечно отваливающейся плитки и плесени но как бы было видно что ремонт не свежий сейчас все чистенько аккуратненько все работает не душно течет ничего все хорошо вот плитка чисто без всяких без плесени без всего мозаика так полотенца все есть меняют на полотенцах каждый день у нас их четыре штуки два лицевых два больших и одно для ног вот так же туалетная бумага также стандартный ривьеровский набор шапочки гель для душа шампунь и мыло а также в ванной комнате есть такое зеркало и есть фен фен работает хорошо я взяла свой потому что не особо я помнила как какой мощности здесь фен у меня волосы густые и мало мощным феном сушить их это мука поэтому взяла на всякий случай свой но это довольно мощный хорошо быстро сушит нормальный фен две мощности поменьше и посильнее фен неплохой так что если что можете не брать с собой также салфетки и розетка на всякий случай если все-таки для чего это вам нужно будет так дальше насчет света здесь два режима то есть все споты горят либо вот так и либо еще светильник вот здесь удобно ночью если кто-то встает в туалет можно не включать яркий свет включить только такой дальше что у нас в комнате в комнате две тумбочки прикроватные которые мы конечно же захламили всякими своими камерами планшетами ноутбуками проводами зарядками кровать кровать метр сорок нас девушка на ресепшене уговаривала на другой номер стандарт он дороже и она уговаривала нас по поводу того что вот нам втроем с ребенком будет очень тесно но я спросила в чем разница между комфортом номером и стандартам потому что по фотографиям они абсолютно идентичны сказала в стандарте больше большая кровать я говорю насколько большая она метр шестьдесят то есть 20 сантиметров это вообще ну как бы ни о чем чтобы платить там лишние я не помню разницу но что-то в районе двух тысяч ну за сутки тем более у нас кровать дома метр сорок и бывало когда ребенок болел как бы он спал с нами там ночь 2 и ничего как спали конечно не раскинешься не разляжешься звездой но ничего страшного так потом у нас кресло стол я показывала телевизор телевизор нормальный хорош показывает хорошо показывает тут каналов очень много все наши стандартный канал но может кому-то это важно мы-то его очень смотрим стандартные каналы и дальше идут татарские каналы татарстана республики потом и иностранные итальянские английские арабский китайский испанский французский немецкий и еще есть канал казанская ривьера там в основном показывают номера какие рестораны и кафе есть на территории отеля в общем реклама отеля идет круглосуточно здесь приветственный экспрессный чай кофе тут какие-то сладости орешки чипсы и бар барьер тут гигиенические принадлежности вода и здесь вот алкоголь сладости лимонад шоколадки но цены на бар конечно ну как бы соответствующие не маленькие даже я наверное покажу такие цены в комнате тоже сделан ремонт раньше комната была в бежевых тонах таких как ванная было изголовье кровати наверно осталось такой же и вот немного другие говы цвета и фактура были стены и покрывала подушки стул и ковролина были светлее они были светлые бежевые вот последний раз когда мы приезжали ковролин был уже очень и очень потрепанный в этот раз все новенькое не знаю точно конечно когда я был зелен ремонт но вот никаких косяков никаких там никакой грязи мы не нашли кондиционер работает хорошо если честно мы им не пользовались поскольку у нас вот такое вот шикарное окно и как бы на улице погода позволяет мы открываем и проветриваем и впускаем свежий воздух с реки это гораздо лучше чем гонять пыль по номеру конечно огромным плюсом этого номера является вот такое панорамное окно за все то время что мы ездили сюда в ривьеру он нам всегда давали номера с окна с видом на парковку то есть с другой стороны отеля в этот раз мы нам дали вот такую красоту у нас мы не занавешиваем занавески никогда у нас всегда открыто прям до самой ночи закрываем только когда уже ложимся спать чтобы рассветом нас не разбудило чтобы солнышко с утра нас не потревожило вид шикарный вид на речку вид самое главное на кремль на дворец земледельцев на набережную ну и здесь интересно понаблюдать за отдыхающими которые купаются в бассейнах есть но и на вид на колесо обозрения вечером здесь конечно вообще красотища я пыталась снять но камер вообще не передает все атмосферы всей красоты к сожалению вот поэтому вечером не смогу вам заснять не смогу показать но вечером красота неописуемая у нас тёмка сидит постоянно он сидит вот здесь на этой я так понимаю это батарея он постоянно сидит на этой батарее мы ему иногда кладем вот этот вот это покрывало подушки и он здесь сидит он здесь играет в лего кушает там вкусняшки всякие черешню ягоды там шоколадки и сидит кайфует ему прям нравится он сам говорит какая красотища ну потому что действительно красота что касается цены мы изначально забронировали номер на двое суток у нас нам предложили забронировать его по акции если заселяешься в воскресенье то первый день ты платишь по базовому тарифу второй день у тебя идут 50 процентов скидка то есть понедельник мы приехали забр все оплатили за два дня мы заплатили 11 тысяч 200 рублей а потом мы ну думали либо уезжать либо съехать на квартиру какую-то съемную но уж очень здесь хорошо чтобы отсюда уезжать в общем узнал я девушка администраторов мне сказали ну и если вы хотите продлить мы вам можем сделать скидку еще на один день и еще один день будет стоить четыре тысячи пятьдесят рублей в общем за трое суток нашего пребывания в ривьере за проживание за отель мы отдали 15 тысяч двести пятьдесят рублей в эти в эту стоимость входит проживание завтрак шведский стол завтрак здесь хороший я бы даже сказала отличный очень все вкусно национальных блюд полно всяких там и чак-чак и пирожки есть большой выбор то есть на любой вкус и каши и если кто-то любит что-то пожирнее типа там котлеток сосисок и прочего есть это также есть всякие там йогурты творог сметана вся молочка соки морсы кофе чай фрукты ну в общем все что хотите пирожные блинчики оладушки в общем все что хотите все что душенька захочет все там есть а так вот входит завтрак шведский стол потом входит у нас колесо обозрения дальше входит вот этот вот бассейн вот эти все бассейны они входят то есть если аквапарк за сутки проживания мы можем сходить один раз за сутки каждые сутки то есть если мы набора взяли на три на трое суток номер мы три раза могли сходить в аквапарк бассейн же у нас получается четыре раза мы можем ходить и можем ходить безлимитно то есть зашли с утра сходили потом пошли номер повалялись там погуляли пришли еще вечером сходили и так далее но единственная плохая погода поэтому мы были только в первый день сейчас довольно таки прохладно вчера вообще весь день то дождик то не дождик то буря то не буря нам надежда на завтрашний день вроде как обещают жаркую погоду возможно сходим так вот эти бассейны у нас входят дальше у нас входит опять декен театр вот сейчас мои пошли туда не знаю понравится не понравится вообще ни разу не ходила он всегда входил стоимость номера но что-то мы ни разу туда и не ходили не знаю посмотрим стоимость билета в аквапарке на одного человека на весь день безлимит да как предоставляется нам стоит сейчас 1400 в будни и 1600 в выходной день если вот нам за двоих доплатить как бы ребенок у нас еще входит в льготную категорию в которую платить не нужно если брать за нас двоих 1600 это мы должны заплатить 3200 за сутки только за аквапарк то есть ну грубо говоря округлим 9000 у нас за три дня это только аквапарк был бы а и вычитаем из 15 9 6000 это проживание то есть по 2000 проживания в сутки вместе с завтраком и с другими развлечениями безлимитными ну как бы по-моему это очень и очень неплохой вариант конечно если вы не едете ради аквапарка мы то ехали ну в данный момент мы ехали ради аквапарка поскольку темп у нас ни разу тут не был и мы ехали только ради него как бы именно сюда в ривьеру если же вы приезжаете в казань чисто посмотреть на город на достопримечательности то возможно ну как бы не обязательно вам жить в ривьере можно найти другой отель вот например мы один раз жили в отеле татарин мне тоже очень понравилось вот на двоих мы платили раньше 2500 тоже пару лет назад а тут недавно ради интереса я посмотрела 3000 сейчас билет сутки проживания но там обычный завтрак как бы там кашка чай и все то есть не шведский стол а что приготовить но тоже отель был довольно таки чистеньким сейчас не знаю но тогда был хороший чистенький ухоженный номер попроще так тоже неплохой отель вот пожалуйста вариант более бюджетного отдыха здесь ну а если совсем бюджетно то можно снять квартиру то есть в казани вот я смотрела тысячу рублей можно легко снять нормальную однокомнатную квартиру в сутки тут смотрите сами если конечно вы едете с детьми если вы едете развлекаться ничего не делать отдыхать в свое удовольствие то ривьера это вот всеми руками и ногами за всем спасибо за внимание всем отличного отдыха времяпрепровождения хорошей погоды и удачи всем спасибо